Приветствую, мастер. У меня два вопроса. Первый. Помоги осознать, что здесь никого нет и в то же время я во всех. Да, это очень просто. Это очень просто. Для этого не требуется слов. Прямо сейчас. Смотри внимательно. Чтобы тебе было легче, ты, когда смотришь, обрати внимание на то, что ни в чем нет важности. Когда ты увидишь, что нет ни в чем важности никакой, все одно, ты обнаружишь единство. Прямо сейчас. Это и есть прекращение объектно-субъектного восприятия. Тогда ты само бытие. Безличностные. А безличностные видят только себя, только единое. Бог не видит личности. А значит, не видит кого-то. Понятно? А это значит, здесь никого нет. Понятно? Ни-ко-го. ligger-то напрямую. Немного. Есть. Продолжение следует... 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 кто там оставаться собирался. К тому моменту уже не было. Просто возникла чистота, возникла чистота, ибо обнаруживается, духовный опыт не достигается, понимаешь, обнаруживается и в какой-то момент обнаружилась эта чистота, абсолютная чистота. И постфактум осознавалось. Постфактум уже осознавалось. Но до этого были всевозможные опыты самадхи всевозможные. О, какие только там не было самадхи. Начинаю с выворачивания. И вот так. И вот так. И вот так отрезаю. Поехали. Поехали. Начиная с выворачивания внутра, снаружи, то есть все поменялось, то, что снаружи, оказалось внутри, а внутри оказался космос. И то, что видится, как творение мира какого-то схлопнулось до песчинки, до вообще точки микроскопической. И обнаружилось безграничное, безграничное сознание, в котором весь космос, весь космос. Безграничный. Все в этом сознании находятся. Что? Все находятся в этом сознании. Все ли находятся в этом сознании, конечно, а ничего кроме этого нет. Поэтому все, что тебе видится или кажется, видимо, находится в сознании, конечно. Конечно. Да. Ну, это только начало было. Потому что все самадхи-разновидности, их там какие-то, которые еще случались, у того самого еще Будды, который в конце концов исчез тоже. А Будда переживал эти самадхи-разновидности, ой, там такие, и время у него останавливалось там. Ой, и там, в общем, чего такое не происходило. А потом все эти видимости буддистские, буддистские, закончились. Потому что ум очистился раз и навсегда от этого всего, от всех этих видений, ангелов, демонов и прочих, и прочие ерунды. К тому времени уже не было, потому что все соединилось в одно. К тому времени уже не было, потому что даже до этого, до этого, до этого ум уже очищался. Ум уже очищался. И когда там кто-то говорил, что вот это же все существует, там, вот я их вижу, серые ко мне приходят каждый день в ванную. Им говорилось тут, ну, почему к тебе приходят, а ко мне не приходят. Да ты просто и видишь еще. Ну, вот так, понимаешь? Да. Вот, а то, что это, то, что это все, ну, вот буквально, понимаешь, что это такое? Это же ум просто вот проекцию создает такую. То есть то, чем ты наполнен, то и проецируется. Поэтому, когда мастер говорит, что буквально все, вот что возникает перед вашими глазами, ну, то есть вдруг вы обнаруживаете, что вы там, я не знаю, там где, на призывном пункте, например, да? Или в кавакопе, понимаете? Да, это не что иное, как кармический разворот, просто разворот вот того, что у вас там, ну, было уже, как карма, ну, отпечаток кармический, который просто разворачивается, и все, и перед глазами у тебя возникает поле боя. А ты не понимаешь, или там серый ванной какой-то, или вообще инопланетяне, которые прилетают там на каком-то корабле, ночью тебя забирают куда-то. Понимаешь? Ну, возня просто, вот возня. Возня кармическая, вот этих вот отпечатков просто, которые распаковываются, распечатываются для тебя, для эго, для личности. Потому что в реальности этого ничего нет, родненький, ничего. И его... А? Самый фантастический фильм из всех возможных, да? Конечно, когда он воспалился, он начал вот вообще просто вот все, вот понимаешь, ну, какой-то творческий процесс. То есть мы смотрим самый фантастический фильм. Конечно, он в лихорадке бьется, понимаешь, и все, и создает это все, и все, ерунду. Вот. Которую ты принимаешь за реальность, как будто бы. А она просто вот видимость, которая возникает перед твоими глазами. Когда ты выходишь из этого в реальность подлинную, которая прямо сейчас вам всем открылась, милые. Ничего этого нет. Я это увидела вчера и сейчас. Никаких низковибрационных событий не возникает в чистоте восприятия. Перед глазами Бога ничего этого нет. Потому что все вот эта возня страдальческая возникает для эго и только для него. Потому что Бог есть любовь, и любовь никогда не страдает вообще. Ей это не знакомо. Вчера увиделось то, что ты говоришь, никак ничто не называется. Я увидела свет от всех, кто предо мной сидел, ним был. Я от тебя жил такой свет. Я это увидела так мощно впервые. Я впервые на ретрите. И вопрос... И все поплыло. И я увидела, что тела нет. Это все энергия, это все мираж. Мираж. Это было абсолютно... Совершенно верно. Абсолютно ничего нет. Нет, нет, нет. Миражообразное видение, конечно. Осознание. Как ты можешь вовлечься, когда ты это осознала? Как ты можешь в это вовлечься? Скажи, пожалуйста. Кто может в это вовлечься? Нет никого. В этом, понимаешь? Нет никого. Мираж, миражообразное видение, когда ты увидела, ты исчезла. Потому что творение явилось таким, какое оно есть на самом деле. Видение. Миражообразное. Верно ли я осознаю, что когда-то... Но когда-то этого не существует, это понятно. Мы тела жили в реальности, но и в вальности. Когда что? Ну, когда-то. Не когда-то. Когда-то, когда-то, когда-то. Но мы дошли до такой точки, что дальше некуда. Мы из него карабкиваем все тела. Конечно. Поэтому, когда говорят, мы сюда приходим, мы сюда не приходим, а отсюда уходим. Выкарабкиваемся. У меня, вот, я переслушала это тело, переслушала все сатсанги ранее вдоль и поперёк. Была куча вопросов, но ответы были получены в сатсангах же. Я писала вам дома, с вами засыпаю и просыпаюсь с тобой. Вопрос такой. Единственный момент, который я никак не могу осознать. Мы, ничего, никого не существует. Но это игра, и мы ничто не убираем. Это всё идёт программа. В какой момент вот этот импульс идёт на развитие, как рыба на нерест? Он всегда посылается, его только нужно услышать. Как только возникает, вот ты имеешь в виду засыпание, когда происходит, так? Об этом-то? Нет, вот мы спим, вот мы заснули, и ты говоришь, что всё идёт по программе. Вы заснули только потому, что ты вовлеклась в мысль. То есть ты… Когда этот импульс, он всегда слышен каждому на пробуждение, как у меня случилось. Оп, и я пошла. Ну, конечно. Что такое… Это было в программе? Готовность… Нет, что такое готовность? Созревание Личности. Да. Созревание Личности. Что это такое? Что это такое? Это момент, который приближается, как то, что ты больше не можешь терпеть страдания. Как ты… Чем больше ты наполняешься страданиями, понимаешь, тем ближе ты становишься к этому, к этой возможности пробуждения. Это каждому даётся, если Личность созрела уже? Каждому, конечно. Просто кто-то этот импульс считывает, идёт, а кто-то нет, да? Такое… Готовность в этом и выражается, что сначала всё нужно разочароваться во всём. То есть оно всё тебя уже не интересует, понимаешь? То есть вот то видение миражообразное, которое возникает перед глазами, оно тебя не вовлекает. Понимаешь? Когда это тело переживало вот эту трансформацию, о которой сейчас говорится, да, и которая прямо вам даруется сейчас, как уже просто, как уже финал. Без пути. Но процесс с этим телом происходил. И вот те самые искушения или провокации ума, они возникали. Как то, например, ситхи, ну, сверхспособности какие-то, они возникли, они у всех возникают. Но это промежуточный этап. Промежуточный. Да, и даже они не могли очаровать, потому что было ясно, что это та же самая глупость, та же самая ерунда, которую ум пытается в тебя вовлечь. Так же, как ты говорил, что путешествовал по мирам, и потом это тоже надоело по другим. Конечно. Это все. То же самое, да, когда там возникало какое-то общение с кем-то, и кто-то говорил, о, я там в этом самом, там испытал такой самадхи и по мирам гулял. Вообще никакого интереса к этому. Это все промежуточный этап. Абсолютно. Никакого интереса к этому вообще не возникало. Да, слышала. Благодарю. Понимаешь, когда начинал рассказывать, боже мой, какой на Луне песок. Какой песок. На какой Луне. Понимаешь? Только когда вы прекратите очаровываться формами, понимаешь, вот только тогда возникает, возникает возможность, возникает готовность. Готовность к освобождению, то есть к возвращению в рай. Ра, свет. И. Это и есть я. 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 Да. Да. Ведь все эти ключи в русском языке есть. Все это в этом же санскрите, который есть русский язык. Мастера пробуждения возникает только по милости? Все. Все происходит по милости, родники. Все буквально. Буквально все. По милости Всевышнего. Когда кто-то пытается отделиться и рассмотреть, словно, что это он, как будто бы что-то делает, на пути стоит, идет по пути и так далее. Это говорит лишь о том, что, в общем-то, он продолжается. Потому что познание истины заключено в том, что ты осознаешь, что кроме высшей милости ничего нет. Более того, то, что ты принимаешь за высшую милость, или, например, за то, что кто-то что-то делает, это даже в том, что ты видишь это видение, ты вдруг обнаруживаешь, что здесь нет того, кто что-то делает, что видение просто происходит, как благоухание. Как благоухание сердца, понимаешь? Потому что свет сердца попадает на ум. То есть, как блики на воде. Солнце светит на воду. А на воде возникают блики. Вот это блики, милый. Это вот они. То, что ты видишь. То, что видится, как творение. Потому что эти блики, они не отдельные от воды. И от солнца не отдельные. Понятно? Вот если все по милости, как обратить на себя внимание? На себя внимание и обратить. Чье? Бога. Бога. Уже обратилось это внимание. Обратилось уже. Поскольку тело здесь твое находится. Прямо сейчас возникает это благословение высшей милости. Оно прямо сейчас возникает, возникает, происходит прямо сейчас. Весь вопрос лишь в том, способен ли ты тотально принять, соединиться, раствориться во мне. Больше ничего не нужно. Вот способен ли ты или нет. Это говорит о готовности. Потому что подлинно готовому, вот по-настоящему готовому, ему вообще ничего не нужно. Ему достаточно взгляда мастера, больше ничего. И все. Нет, это не значит то, что ты говоришь. Потому что готовность уже проявляет себя. Она проявляет себя тем, что тело это находится прямо здесь. Прямо здесь у ног мастера. Прямо здесь, прямым прикосновением, себя проявляет готовность. Весь вопрос лишь в том, насколько твой ум очищен от представлений, от привычек засыпать. Понятно? Если он еще не очищен, то светом высшей милости это уже происходит. Просто прими это благословение. И через смирение и служение исчезни. Останься в том, что явлено прямо сейчас в истине Боге. Останься. Будь тем, что ты есть на самом деле. Будь своей истинной природой. То есть, обнаружь ее в конце концов. Если ты ее обнаружишь, обнаружишь ее, ты вдруг осознаешь, что не было, вот нет того, кто там чего-то возился, понимаешь, страдал. Нет его. И обнаружишь, что кармы нет так же. Конечно, потому что качается маятник, маятник. Качается еще. Какое-то время будет качаться. Но чем больше вы пребываете в своей истинной природе, в Боге, Чем быстрее вы растворяетесь во мне, чем вы дольше пребываете во мне, тем быстрее происходит очищение, тем быстрее происходит укоренение, укоренение в чистоте Божественной, в раю. Мастер, а вот сейчас вибрации Земли повышаются. Это как-то на присветление сказывается? Ну, конечно. Все вибрации повышаются. Земля – это что такое? Это же тело. Вот и все. Твои вибрации повышаются, и вибрации Земли повышаются. Параллельно, понимаешь? Одновременно. Конечно. Свет разливается. Во все стороны разливается. В геометрической прогрессии, посмотрите. Не так давно у вас было пять там человек. Десять. А сейчас уже, да. Да. Свет разливается. Свет разливается. Свет разливается. Продолжение следует...